Всем привет! Всех приветствую на своем канале в этот прекрасный летний день Да, пока на моем канале летние виды спорта, это велогонки И предлагаю вашему вниманию впервые мой первый опыт, первое видео Это индивидуальная гонка на шоссе с раздельным стартом Организатор новый, ни разу я в нем не принимал участие, но остался очень доволен Пожалуйста, прошу любить и жаловать Cycling Race Абсолютно единственный организатор, который проводит гонки такого формата То есть гонки с раздельным стартом Грандфонда, который я представляю на своем канале вашему вниманию, не делает такой формат Итак, вот мой старт В данный момент вид с передней камеры Но, как обычно, вы привыкли, мои постоянные зрители, подписчики Также будет вид сзади, на заднюю камеру И теперь по дистанции погонки Гонка проходила в Можайском районе Московской области, в районе населенного пункта Бородино Рядом с музеем-заповедником Бородино Рельеф был, несмотря на то, что это индивидуальная гонка с раздельным стартом Градиент составил примерно порядка 130 метров С дистанцией 15 километров По погоде, погода была, сами видите, солнечная В принципе, небольшие были облачка Но температура была комфортная в районе 22-23 градусов Но был сильный ветер Несмотря на то, что мы сейчас видим на экране деревья Фактически остаются в спокойном положении Но, тем не менее, вот при езде в эту сторону До разворота Очень сильно продувал ветер именно в переднюю часть То есть, приходилось бороться и работать Не только с градиентом, с этими неровностями, с буграми Но и побеждать так называемый ветер Простите, конечно, вот за такой вид Мне иногда будут мешаться мои руки Но, что приходится делать в такой гонке Это, конечно, заворачиваться как можно максимально низко И поэтому сохранять аэродинамику Чтобы скоростные характеристики свои не убивать Так, и вот, как я уже сказал Предлагаю вам, вашему вниманию Новый формат для меня, формат велогонки Это гонка вот с раздельным стартом Очень мне понравилось Я впервые принимал участие Я считаю, что это прекрасный вид гонок То есть, если вы хорошо себя чувствуете Знаете то, что вы уверены То, что вы любите, как говорится, проверить самого себя Это тот самый вид гонки, который вам нужен Что еще привлекательного и очень перспективного А также приятного в этом виде гонок Вы стартуете с разницей в одну минуту То есть, перед вами стартанул человек и поехал Заранее вам известен временной период Когда плюс-минус 5-10 минут Когда вы будете принимать участие в гонке То есть, будет для вас, соответственно, представлен Предварительный стартовый протокол Далее Первоначальный взнос На данный вид гонок Раздельный старт Составляет всего-навсего 2,5 тысячи рублей Ну, мое словосочетание всего-навсего Для всех по-разному Для кого-то это дорого Для кого-то недорого Ну, я считаю, что Должен быть популярен этот вид гонок Он невероятно прекрасен То есть, это уникальная возможность И формат, именно формат Чтобы вы проверили самого себя В каком вы находитесь состоянии Как вы едете Потому что здесь вы едете один Здесь вы, соответственно, боретесь сами с собой То есть, это то самое, как говорится, испытание Которое будет показывать ваше состояние И вашу физическую готовность Поэтому я, когда проехал Я, в принципе, был доволен Несмотря на то, что это была первая моя гонка Есть такая прекрасная русская поговорка Первый блин комом Ну, я не считаю, что он оказался для меня комом Поскольку в моей возрастной категории Было 24 участника Я показал 12 результат То есть, в середине Ну, для справки Где-то 23.30 Вот так у меня получилось Ну, с учетом нормативов Какие существуют 19.59 Это норматив Для получения статуса кандидата в мастера спорта А 21.30 Это, соответственно, на первый взрослый разряд Ну, были у нас, да, лидеры Кто выезжал из 20 минут То есть, 19.59 Но, сами понимаете Это нужно иметь подготовку Очень хороший, как говорится, опыт И так далее Что еще по этой гонке Из особенностей Мне очень понравилось То, что организатор сделал разделение То есть, разделка на шоссе Которая осталась в категории И разделка для ТТ Чтобы остаться в разделе шоссе Вам нужно иметь шоссейный велосипед Либо МТБ велосипед Который не имеет лежака На руле И также вы имеете Профиль колес То есть, обода у вас должны быть Не более 60 Соответственно Ну, миллиметров Или сантиметров Правильно уже что-то я не помню Потому что в этих технических моментах Я не разбираюсь Профиль колес должен быть не более 60 Вот если вот эти два компонента у вас соблюдены То вы остаетесь в разделе шоссе И, соответственно, вы едете В этом Если вы имеете шоссейник И вы на него установили лежак на руль Все, вы автоматически переходите в раздел ТТ И, соответственно, вы уже находитесь в той категории Вот Что еще мне очень нравится У этого организатора Сайклинг-рейсинг У них идет дробление Более такое частое По возрастным категориям Там идет, по-моему, у них по 5 лет, кажется, градация То есть, вот я был в группе 40-45, по-моему, вот в такой И, ну да, как говорится Возрастная категория сужена Но при этом и конкуренция тоже Сами понимаете В 40 лет Вот эта вот разделка Индивидуальный вид спорта Он очень популярен Да, вот Когда едешь Ну, вот еще раз приношу извинения Приходилось мне прибегать В таком вот положении Чтобы Спастись, как говорится От ветра От набегающего потока И так далее По скорости По скорости, да У меня вот скорость была Примерно вот такой Ну, не 28 С километров в час Ну, где-то в районе По-моему, 38 У меня показала Средняя скорость До разворота То есть, вот эти вот Первые 7,5 километров После разворота У меня Средняя показала В районе, по-моему 42 или 43 километров в час Ну, то есть Чуть-чуть под ветерок Ехать было побыстрее И, как мне показалось И так же, как и многим Показалось, что Градиент То есть, был немножко Спусковой в обратном То есть, мы сейчас Больше идем в набор Да, эта гонка Да, она индивидуальна Здесь не просто метр и секунды Здесь просто все Вы выжимаете из себя Я считаю, что здесь В этой гонке На такой дистанции Нужно крутить края Потому что 15 километров Очень капризная дистанция Где нужно Заворачиваться в узел И выдавать все возможные Как говорится Способности своего организма По гонке Меня никто не обогнал Что было мне очень приятно Но я, по-моему Обогнал двоих Обогнал я Перед разворотом Но это будет вам видно Я покажу И перед финишем тоже Парня Немножко я успел Как говорится Догнать Старт был По-моему Начинался В районе 10 У меня же Старт Выпал Во временной Период Это где-то 12.03 12.05 Точно я уже не помню Так вот Кто стартовал утром Им было немного комфортнее То есть Ветер Был не такой сильный То есть С каждым часом Чем становилось теплее Чем выше поднималось солнце Тем Соответственно Порывы ветра У нас возрастали И в связи с этим Соответственно Туда ехать было Сложнее Ты много терял сил А когда возвращался обратно Могут сказать Ну да Тебя же тот же сильный ветер И назад несет Да нет Вы просто очень сильно Тратите Свои силы Когда едете еще туда И поэтому Когда вы развернулись Пытаетесь тоже Крутить Ну не так конечно Это помогает Как Я считаю Лучше быть В нормальных условиях Естественных Когда фактически Нет ветра Когда идет Плоский Как говорится Дистанция На плоскоче На плоскоче находится Вот градиент Я не знаю Как вот с точки зрения Разделок Как это Но вот К сожалению Ровных мест у нас Найти Не получается Поэтому Вот такие вот моменты Которые я считаю Необходимым вам Осветить И сказать Что Вот Сайклинг Рейсинг Он делает Вот такую Разделку По субботам Он делает Ее перед Групповой гонкой То есть В воскресенье Это групповая гонка А в субботу Соответственно Индивидуальная гонка Допустим Если вы проживаете Где-то рядом Находитесь рядом Вы можете приехать Принять участие В разделке И вернуться домой И соответственно На следующий день Опять приехать Вы в принципе Уже будете понимать Дислокацию Где находится старт Стартовый городок Где припарковаться И так далее Очень удобно Либо просто можете Приехать И первый вот этот День субботний Если у вас Все хорошо По быту Там не занят И посмотреть Просто как прошла гонка Очень интересно Даже просто посмотреть Реально Потому что Мы знаем С вами Что существуют Очень привлекательные Велосипеды В разделе ТТ Там просто Можно полюбоваться Вот этими Творениями Техническими И как они Совершенны Как вот Заставляют они Развивать Прекрасную скорость Поддерживать ее Но ТТ Это конечно Другая тема Это другая конечно Область Это намного Намного круче И считаю Это высший пилотаж Велосипедного спорта Но больше люблю Групповые гонки Поэтому Всегда Очень Очень Рад принимать Участие В них И так далее По Следующим моментам То есть По следующим стартам Хочу сказать Что вот эта вот Гонка была 30 июля 31 июля Здесь была Групповая гонка В этом месте По этой трассе Я же как анонсировал Ранее При освещении гонки В Латашино На своем канале Сообщал Что 7 августа Буду принимать участие В групповой гонке В Сергеев Посаде Который также Организует Cycling Racing Вот Далее у меня В планах Это 13 августа Принять участие В Гонке Ну она неофициальная Это гонка В Кленово От Анатолия Нестерова Тоже считаю Хорошее место Далее 20-21 числа Проводят Cycling Racing Индивидуальную Групповую гонку В городе Колом На Московской области Что рядом с городом Рязанию И наверное Я приму участие В этих двух видах Так Вот это вот Я догоняю Как я вам говорил Перед разворотом Он стартовал Не передо мной Он стартовал За 2 минуты До меня То есть Он на разделке Едет Видите Лежак у него Установлен Так Да Вот сейчас практически Проезжаю я 7 километров Через 500 Ну через 700 метров Будет разворот Асфальтовое покрытие В принципе Было нормальным Вот То есть Нареканий Никаких нету Все было хорошо Так вот 21 августа Постараюсь Принять Планирую По крайней мере Групповой гонки Этого организатора Сайклинг рейсинг В городе Коломна Ну а 28 августа Это будет Куликово поле Это уже Гранд фонда То есть Август получится Вот такой вот У меня боевой Уважаемый зритель И поэтому Все гонки В которых я буду Принимать участие То есть Индивидуалка Групповая Я попытаюсь Записать На камеру Соответственно Максимально быстро Монтировать И выкладывать На своем канале Если кто смотрит Мое видео Кто случайно Оказался За просмотром Данного видео Ну Будет очень приятно Если вы подпишетесь На мой канал Будете оставлять Комментарии Потому что Многие уже знают Что каждый комментарий Я всегда На него реагирую Оставляю какие-то Тоже от себя Другие ответы И так далее Отвечаю на Возникшие вопросы И так далее Ехал я На своем Обычном Шоссейном Велосипеде То есть У меня Обычная Мерида Реакта 4000 Без лежака Профиль колес У меня 45 Карбоновый Соответственно Поэтому Я остался В разделе Шоссе И соответственно Боролся Там Также В разделе Шоссейник Ну что Вот мы Развернулись Начинаю Активно Набирать Скорость Уповая И рассчитывая На помощь Ветра Попутного Да Вот проехал Поддержал Я человека Говорю Давай Давай Терпи И так далее Все И уже Соответственно Поехал я В обратном направлении Видим Да То что у меня Получилось Фактически 13 секунд В ту сторону Но назад Конечно У меня результат Будет другой Я проеду Быстрее Потому что Как и скажу Что и тут И градиент Такой бы Более спусковой И ветер Помогал Так Ну вот в принципе По комментариям Все наверное Что я хотел вам Сказать Больше в принципе Мне добавить Нечего Вот Рад всех видеть На своем канале Спасибо что Просмотрами Что балуете Просмотрами Спасибо что Подписываетесь На мой канал Стараюсь Для вас Сделать Велоспорт Более понятным Именно Вот своим Любительским Взглядом Чтобы Не было Вот этих Вот осторожностей Кто-то хочет Кто-то там Как-то что-то Стесняется Комплексует Не нужно Этого делать Вот как я Буквально Второй сезон Я активно Занимаюсь Этим видом Спорта Поверьте мне Получаю удовольствие Очень нравится Просто Влюблен В этот вид спорта И Хочу сказать Что Если К нему Относиться Добросовестно Тренироваться Регулярно То Поверьте Результат Вас долго Не заставит Ждать Очень благодарный Вид спорта То есть Нужно просто Терпение 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 Труд Объемы Объемы И так далее Вот тогда В этом случае Вас будет ожидать Успех И определенный Прогресс Да Скорость будет Вот такая Все Всем приятного Просмотра Потому что Меня сейчас Будет настигать Потихонечку Экипаж ДПС Потому что Они кого-то Там Сопровождают Но они Молодцы Они также Останутся Сзади Не будут Меня обгонять А продолжат Вот такое Небольшое Преследование Все Всем приятного Просмотра На связи Ваш Ютуб канал Янин Роман До встречи Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»